Украинские боевики В результате обстрелов получило повреждение жилое домостроение по улице Дундича, дом 132. На Донецком направлении боевики Кокарева и Марченко из 92-й и 28-й бригад вооруженных формирований Украины вели огонь из вооружения БМП, крупнокалиберных пулементов и стрелкового оружия по районам населенных пунктов Минеральная, Ясиноватая и Старомихайловка. На Нариупольском направлении боевики Зубанич из 10-й бригады подвергли обстрелу из минометов калибром 120 мм район населенного пункта Гранитная. Информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры пострадавших среди мирного населения уточняется. Целью формирования положительного образа боевиков вооруженных формирований Украины в глазах мировой общественности, подъема престижа службы в рядах Вооруженных сил Украины, а также лживого обвинения Народных республик в нарушении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения под руководством офицеров пресс-службы ООС, работают журналисты 27 телеканалов информационных агентств, 5 из которых из США – Current Time, Radio Свобода, Донбасс Реалии, BBC, NewsHour, Associated Press. Кроме этого, командирам Соединений вооруженных формирований Украины, в чьей зоне ответственности спланирована работа журналистов, указаниями штаба ООС предписывается оказывать полное взаимодействие представителям СМИ, вплоть до разрешения наведения огня по территории республик. При этом у прибывших журналистов France-Price, TSN, UAE, Donbass, Associated Press и ТРК Украина с собой оборудование, позволяющее вести высококачественную ночную съемку. Мы не исключаем, что факт прибытия журналистов негативно отразится на обстановке на линии соприкосновения, и количество провокационных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины по территории нашей республики увеличится. Мы призываем международных наблюдателей не допустить развязывания украинской стороной очередного витка конфликта на Донбассе к угоду подъема рейтинга отдельных политиков и военных руководителей. В нами отмечено изменение тактики противника по нарушению режима прекращения огня с целью сокрытия от наблюдателей мониторинговой эмиссии ОБСЕ в актах обстрелов нашей территории. Так, вчера нашими наблюдателями в районе населенного пункта Маринка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады беспилотного летательного аппарата, который двигался в направлении жилых кварталов поселка Шахты Трудовская, но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлете к рубежам республики. При падении летательного аппарата произошел взрыв, что говорит о наличии на беспилотнике самодельного взрывного устройства. Данный факт в очередной раз демонстрирует попытки использования украинской стороны террористических методов введения войны против мирных жителей нашей республики. Нашей разведкой фиксируется прибытие в расположение 92-й механизированной бригады в Авдеевке одновременно двух инспекционных комиссий из штаба АТГ «Восток» и штаба ООС. На 16 декабря спланировано прибытие в это же соединение комиссии Генштаба Украины. Факт прибытия проверяющих обусловлен катастрофическим состоянием дел в соединении. Так, 13 декабря, 24 боевика 2-го батальона бригады госпитализированы в результате отравления пищей, приготовленной в столовые подразделения из некачественных продуктов. По предварительным данным следствия, начальник продовольственной службы батальона передал полученные им на складе продукты питания в магазин в обмен на просроченные, но с доплатой. 14 декабря трое боевиков 22-го мотопехотного батальона подорвались на минах на окраине населенного пункта Новоселовка 2-я, в 4-х километрах от линии соприкосновения. Факты неоднократного подрыва на собственных минах подчиненных вынудили командиров 92-й бригады потребовать полного разминирования территории в зоне ответственности бригады, за исключением первой линии окопов. Кроме этого, с целью сокрытия фактов ранений и гибели подчиненного личного состава в результате личной неосторожности или на собственных минах заграждениях комбриг Кокарев отдал указание увольнять пострадавших задним числом. Важно отметить, что во время проверки прибывшей комиссии в ОТГ «Восток» порядка учета и наличия личного состава в 92-й бригаде выявлено отсутствие безуважительных причин более 80 боевиков. По докладу командира бригады, все отсутствующие самовольно оставили часть более двух месяцев назад. Целью приведения в соответствие штатной дисциплины и сокрытия фактов СОЧ от прибывающей комиссии Генштаба Вооруженных сил Украины командирам ОТГ «Восток» поставлена задача уволить всех дезертиров, дата из которой известна об их отсутствии. В нами получены новые данные по факту мародерства боевиков 10-й бригады в отношении личного имущества мирных жителей. Так, по уточненной информации, попытка задержания 10 декабря представителями СБУ и ВСП автомобиля «Урал» с контейнером в районе населенного пункта Бердянская не увенчалась успехом. Прибывшие на место происшествия комбриг 10-й бригады «Зубанищ» с вооруженной группой боевиков из-за разведроты в грубой несензурной форме пресек выполнения требований сотрудников СБУ и органов правопорядка и впоследствии разоруженных, после чего приказал старшему машины продолжить движение на выезд из Донецкой области. После прохождения автомобилем выездных постов из области, разоруженные сотрудники ВСП и СБУ были отпущены. В настоящее время против комбрига «Зубанища» Государственным бюро расследования возбуждено уголовное дело по статье 426.1 УКУ «Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий» по факту противодействия сотрудникам правопорядка, а также статье 185 УКУ «Кража» по факту похищения личного имущества гражданских лиц. Важно отметить, что несмотря на противоправные действия комбрига, он продолжает оставаться на своей должности. Более того, отказываются пребывать в следственные органы для дачи объяснений, ссылаясь на вседозволенность действий в период выполнения задач в зоне ООС, а также нахождение в личной собственности всего имущества, находящегося в зоне ответственности бригады. Одним словом, герой Украины «Зубанища» может действовать по своему усмотрению. Продолжаем следить за развитием ситуации.